Открытый международный конкурс на лучший проект памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзенба был учрежден еще в 2010 году. Однако воплотить его в реальность оказалось нелегко. Практически на протяжении 10 лет конкурс переносился в силу разных обстоятельств. Но в марте 2020 ему был дан новый старт. В 2021 году уже были представлены первые эскизы проекта памятника, но участников конкурса было немного. Масштаб личности, который мы пытаемся увековечить, он громаден. С другой стороны, Владислав Григорьевич был очень горяч внутри, но он был очень сдержан в своих манерах общения. И поэтому есть скульпторы, которые уловили внутреннюю суть, при этом немного сделав пространственное, его движение очень активное, что не характерно, например, Владиславу Григорьевичу. С другой стороны, мощь его натуры, его значимость для страны, соединить все это в одной скульптуре, в одном образе, это действительно очень сложно. Эскизы скульптуры в полный рост и бюст, а также эскизы проекта памятника на картинке. Все эти скульптуры широко обсуждались в обществе, высказывались различные мнения. Да и члены комиссии по монументальному искусству Абхазии утверждают, что ни одно из этих проектных решений не соответствует техническому заданию, которое было ими прописано. Да и самих участников было мало. Я прекрасно понимаю, почему было так мало участников. Одно дело, что прикоснуться непосредственно к такому великому человеку достаточно боязно. И с другой стороны, не определено архитектурное решение той территории, на которой собирались установить этот памятник. Полуразрушенное здание бывшего совмина, оно находится столько времени вот в таком запустении. И архитектору, и скульптору для того, чтобы принять решение в участии этого конкурса, очень важна эта окружающая застройка, потому что скульптура не может рассматриваться вне архитектурного контекста. И на мой взгляд, было бы правильнее сначала решить судьбу этого объекта, определить его функциональное назначение, принять решение о тех корпусах, которые необходимо сохранить как памятники историко-культурного наследия. И вот проводить конкурс в контексте с архитектурным решением всего комплекса. И вот тогда у нас участников будет больше, и решения будут приняты более правильные и более грамотные. Так как ни одна работа не была выбрана, 22 февраля на заседании комиссии по монументальному искусству было принято решение об объявлении нового конкурса на лучший проект памятника первому президенту Абхазии. О сроках возобновления данного конкурса пока мы сказать не можем. Примерно 22 марта будет очередное заседание Государственной комиссии по монументальному искусству, где эти вопросы будут обсуждаться и приниматься по ним решениям. Данные конкурсанты, которые принимали участие в нынешнем конкурсе, будут иметь возможность повторно принять участие со своими доработками. И также все желающие, все, у кого есть желание и возможность, также могут принять участие в уже новом конкурсе. Также объявлены конкурс на лучший проект памятника второму президенту Абхазии Сергею Багавш. Уже 8 человек подали заявки на участие в конкурсе. Там, конечно, участников гораздо больше, потому что само место менее масштабно, и оно уже градостроительно сложилось. И то есть там нет вопроса, которые здание нужно снести, нужно перенести или нужно реконструировать. То есть там уже четко проставлены условия. И, соответственно, выполнить техническое задание, которое было проще, нежели здесь. Выставка работ на лучший проект второму президенту Абхазии состоится 24 февраля в 12 часов в Центральном выставочном зале. Кугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.